Всем салют! У микрофона Олег Гром. Добро пожаловать на мой канал, который называется, как и мой никнейм, I.M. Metatron. LR-10 Nightcore Фонарь. Посмотрим, что да как. Начнем, наверное, с упаковки. 250 люмен High Cree, то есть наиболее приближенный свет будет с высоким значением CRI, то есть отражение от этого света будет похоже на солнечный. Чем выше CRI, тем естественнее, в таком освещении выглядят все цвета, все предметы, ну и все остальное. Вот, заряжается от USB. Здесь это тоже самое указано, что от USB заряжается. Дальше написано, что здесь 9 диодов, у которых CRI больше 90 и температура этих диодов 4500 кельвин, то есть такой теплый свет. 1200 миллиампер батарея встроенная. Собственно, больше какой-то специальной информации нет. Давайте, пока я буду его распаковывать, вы посмотрите ночные тесты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они бывают разноцветными, в данном случае цвет black, то бишь черный. Инструкция, как всегда. Вот эта гарантийка, вот эта инструкция. И по славной доброй традиции, инструкция также есть на русском языке, раздел, в котором можно увидеть, что максимум здесь 250 люмен, примерно 1 час работает. Средние 65 люмен, 5 часов 15 минут, 8 люмен, 38 часов. И различные режимы SOS, стробоскоп и так далее. Ну и далее тут, собственно, как заряжать, как чего, куда подключать, где чего и как. Ну, в общем, стандартный набор, вполне себе, уже многим знакомый. В комплекте идет USB, микро-USB кабель с надписью Nightcore. Такие интересные артефакты лично мне всегда нравятся, очень приятно, когда компания брендирует даже USB кабель. Это такой маленький нюансик, но все-таки. И даже с вот таким Velcro, липучка, сам кабель длиной, наверное, метр, может быть, чуть меньше. Но это не суть важного, он достаточно длинный, чтобы можно было им работать прекрасно. Сам фонарь представляет из себя миниатюрный компактный прямоугольник с рассеивателем верхней части и кнопкой включения спереди. С этой стороны технические характеристики, сколько стоит батарея написано. Ну и, собственно, разъем для зарядки в виде вот такого вот миниатюрного, который еще хрен откроешь, по большому счету. Хорошо зашел внутрь. Вот, все, открылся. Миниатюрного microUSB разъемчика. Но он плотно закрывается, чтобы вода не попала или еще что-то подобное. Сейчас я подключу в USB кабель и запитаю светильник. Так, у меня, как всегда, нет электричества. И я запитываю от пауэрбанка. Да-да-да, друзья, пауэрбанки всегда выручают. Вот, в общем, вперед из песни. Вставляем. Загорается индикатор. Заряд пошел. В принципе, ничего сложного нет. Зарядился и окей. Закрываем. Подвес металлический, который вы можете прицепить к палатке вашей. И, например, вдоволь нарыбачившись и решив пойти поспать в темную ночь, чтобы она не была такой темной, включить данный фонарь, привлекая всех окрестных комаров. Они жадно будут тут биться о, собственно, стенки вашей палатки. А вы будете спокойно под ночник себе засыпать, слушая, например, мои подкасты. Ну, или какое-то другое радио. Вот, вполне удобная вещь. И металлическая, на секундочку. При включении мы видим три вспышки. Очень жаль, что здесь Nightcore не применил свою классическую технологию, которая показывает вольтаж непосредственно. Три вспышки означает, что уровень заряда больше, чем 50%. Далее удержанием включаем и переключаем, собственно, режимы. Камера пытается адаптироваться, поэтому ночные тесты, я надеюсь, вы смотрели внимательно здесь, потому что не будет отражать действительность. Общая яркость просто будет занижаться. Также такой момент, да, например, если вы его включили и выключили с удержанием, там, в три секунды, то включается вот такой поисковой маячок, который может работать в течение шести месяцев. Ну вот, они его называют индикатором местоположения. Наверное, удобная вещь. Грубо говоря, в палатке вы читали, вы читали и устали. Решили его выключить, не оставлять ночником, не каждому нравятся ночники. Просто удерживаете где-то секунды три и включается такой вот индикатор местоположения. То есть вы в темноте сможете его увидеть в таком режиме, как я уже сказал, он может проработать шесть месяцев. Вообще невероятное количество времени. У этой модели есть старший брат, собственно, которого я уже показывал. Здесь, как вы понимаете, литий невозможно достать, заменить, ничего с ним сделать нельзя. Как есть, так есть, в угоду компактности. Обратите, одна клеточка это один на один сантиметр. Вот можете примерно посмотреть его габариты. В то же время, если взять старшего брата, он побольше, но пониже. Ну, или смотря как рассматривать. В нем нет металлических деталей. В нем есть резиновый подвес. Но все бы это хорошо, да ничего страшного. Потому что самое главное интересное, в нем можно просто-напросто расположить любую батарею вашу. Литиевую на 18650 банку. И все. Ну, плюс еще магнитный подвес. Я про него рассказывал, показывал. Тоже вещь очень классная. Называется он LR30. Ссылочка на него также будет в описании под этим видео. А это вот LR10. Вот такой вот интересный фонарь. И там целый модельный ряд умной ткора существует. На этом все, друзья. Миниатюрно, компактно, вполне удобно. Думайте сами, решайте сами. В поход куда-то может очень пригодиться. А с вами был Олег Гром. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. И все полезные ссылки, как всегда, в описании. Разверни, приятель. Посмотри. Тебе будет интересно. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.